всем привет сегодня знаете какой разговор пойдет так как у меня много вопросов возмущение и вообще люди пишут личные сообщения по поводу цен на растения но я не буду говорить о других кто как почем продает по каким ценам я просто расскажу вот за свои цветы откуда у меня цена формируется почему такая цена ну в общем небольшие вот такие всякие нюансы о своих вот именно ценах вам поведаю сегодня здесь вот на примере вот будут на продажу некоторые стоят уже в продаже некоторые я еще не поставила хой филтен дрончик ring of fire ну и вот сейчас немножко расскажу я немного выпадала вообще по поводу вообще цветов цен всего прочего пока болела да то есть не интересовалась ничем но все равно так как я уже давно довольно долго продали цветы да все равно я понимаю что сколько стоит от чего формируется цена с потолка никто никогда не берет цен за цветок не придумывают уж поверьте мне по моему ну я так думаю как формируется у меня цена естественно новинка совсем новинка у меня их таких не бывает чтобы вот вышла новая новиночка хой в этом году и у меня просто нет возможности ее приобрести естественно я приобретаю ее уже спустя год-два да пока она растет она там потому что в первую очередь хочется себе вырастить красивое растение ну а потом уже продать какие-то излишки хотя бы вернуть цену или там на горшочки на тот же грунт машин мы не покупаем даже на оплату жкх нет денег с цветов лично у нас поэтому пока суть до дела естественно цена на эту новинку она уже упала но опять же у кого-то может быть она упасть совсем может быть этот цветок он не интересует больше не интересен тот у кого-то когда-то была новинка мне некоторые хуэ например возьмем к примеру бахой это хуэ у меня никогда не будет стоить копейки никогда потому что для меня она она очень ценна она очень красиво у меня прекрасный ну как бы передает все вот эту красоту ну весь сплэшность все все значит и тем более я продаю всегда хуэ в основном да не в основном всегда уже с ростом уже с новыми листьями то есть уже растущие растения от этого цена тоже складывается понимаете либо просто вот черенок отрезали и только укоренили через он укоренился и уже пустили в продажу естественно у него тоже цена может быть ниже значит вот делаем вывод новинка или не новинка значит быстро растет растение или не быстро от этого тоже цена формируется ну а третье третье уже как вы оцените свой труд понимаете как вы оцените себя как вы оцениваете свою работу уход в уход входит освещение полив ну в общем каждодневный буквально уход за этим растением отсюда тоже цена складывается значит никогда она не будет стоить мне то есть 300 рублей это хоре или там даже 450 никогда пройдут века я буду жить вечно она будет не будет стоить дешево немножко падает да и тут уже пошел рост в принципе кто у меня покупал бахой никто не жалуется дальше вот это хоя тоже копейки стоит никогда не будет это кэри перманент лоу что ли так вот вроде тоже она никогда не будет стоить 300 400 рублей по крайней мере у меня вот она я посадила в узел с двумя листами уже пошли вот это уже здесь новый рост пошел естественно она не дешевая но доступна доступна очень красивая так дальше что еще конечно такие вот коечки уже дали было вот эти вот но у нас уже довольно давно они очень быстро укореняются и не очень быстро растут ну они конечно доступны всегда будут стоить не думаю что на них цена будет велика мне они вот они несколько лет все по одной цене идут средняя цена вот это вот получился спорт от бавата wars boys садила я значит листик по-моему с одним листом не или с двумя не помню не важно срезала срезала и вот получился такой спорт но друзья мои это не говорит о том что я должна дать за 100 рублей это вполне себе красивая кое получилось если кто-то кому-то так вот пожалуйста пусть продают по 100 рублей мне она не будет стоить и даже 200 рублей дороже и 3 дороже 300 рублей тем более нужно растет во всю это будет вполне красивые растения не обязательно что она получилась спортом ну и должна из-за этого пойти помойное ведро совсем или там отдать за копейки такого у меня такого не не будет никогда тоже дальше что еще тут рассказать могу вот это вот взять ритуза сейчас есть вроде видела даже что голландцы стали возить но не это тайское еще растение вот такой пышненький кустик естественно здесь посажен не один черенок 3 или 4 это как минимум он тоже не будет стоить 300 рублей не будет потому что здесь не один черенок это тоже вы должны поднимать у меня не все грани поставлены в продаже сфотографирую и поставлю вот это вот новый хвост последний кстати черенок укорененные для продажи пишите кому надо удано конечно очень сильно подешевел купали вообще было было очень дорогая сейчас ну не совсем дешево ну доступно я повторю что все хвои продаю в основном с ростами с новыми листьями уже все ну растущие растения это тоже входит в цену потом покажу вот так вот немножко проходит еще у меня часто спрашивают а на срез вы хвои продаете вообще не очень люблю продавать на срез хвои особенно тонколесники но что и всем пишу что у меня цена одинаковая будет пусть она укорененная будет пусть не укоренен цена абсолютно у меня так изначально пошло так и продолжается иди пока не мешай поздоровайся со всеми и иди иди с богом иди поэтому не обижайтесь когда ну как я не оправдываю что пишут цену мне о как дорого например я знаю все равно цены на растения да если я не могу себе их позволить я даже не спрашиваю цены честно особенно сейчас как-то не особо вот все подорожало очень сильно вас вот эти ароидные даже не спрашиваю цены потому что я не могу себе это позволить вот и все так же как заходя в магазин какой-то там дорогой мебели или одежды я просто я я не захожу туда так и с цветами так давайте еще вот по поводу филогендрона скажу он у меня стоит в продаже давно ну как давно не так давно не годы вот с весны да это не низ это была боковая детка значит растила я ее получается лета летая зима это зима вот весна уже пришла стояла на немножко света не хватало он то есть сейчас оставила ближе к свету и пошли вот это прокрашиваться листы тоже спрашивают цена не устраивает недешево и недорого доступно здесь сбоку уже образуется боковая боковая детка если видно если я не продам по той цене по какой я считаю нужно останется растение просто дома вот и все я не ради наживы вот сижу там только продаю режу продаю режу продаю пускай будет еще ни один экземпляр я не против это про цены почему же здесь не говорю но не говорю потому что не говорю знаю все где у меня стоит продаж но на ютубе я крайне редко вообще за все годы вот эти вот показывала растения что ли которые они на продажу на раза три-четыре не больше так что полторы тысячи две тысячи три тысячи он стоит не будет стоит дороже кому интересно пишите кому нет так дальше сейчас я вам покажу что у меня здесь вообще на вот спрашивают часто спрашивают а почему там вот такая же хвоя дешевле но я не знаю почему спросите у продавца если вас устроит купить и там мне можно сказать вот кто действительно торгует только излишками и крайне прекрати вот кто торгует только излишками можно сказать что это вот штучный экземпляр понимаете экземпляра нету нет они поставлены на поток поэтому цена и тоже от этого как-то зависит и не знаю учитывается по крайней мере а если например у кого-то этому поток куплено допустим три растения изначально не маленьких из них нарезали там целую коровку конечно будут наверно подешевле продавать чтобы им это все реализовать быстрее товарооборот вот как говорится получилось у каждого свои как говорится и бомбасы в этой торговле давайте сейчас еще раз покажу вам что есть тут потому что грусть у нее не все выставили ну вот моя любимая хоя тоже уже много лет ей тоже с ростом сажала один лист шикарный вот шикарная хоя и пц 260 да по моему она имеет свое название по номеру просто вот запомнила все вот она с ростом не просто там с корнями но она уже с ростом много листик мягкий еще так это у нас еще до конца молоденький прям такие молоденькие маленькие листочки они увеличатся конечно кэри и сплэш тоже вот с ростом не ставила еще это я сказала моего хост укорененный последний осталось разобрали все ну как оплатили все еще не высылал никому мы оплатили все вот последний остался укорененные тоже с ростиком экземпляр так это кто у нас это у нас apple дисхетия яблоко короче тоже она растет во все не просто там черенок с двумя листочками так вот это тоже появился ростик на и вышески на не видно это грейхост карнуса грейхост там середине не видно наверно еще но уже пошел ростик все так дальше вот это макрофилла я вообще брала как макрофилла шут 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 не знаю Похоже на макрофилу сплэш, но, в общем, кого как подписано. Тоже она уже укоренилась, но роста еще нет. Такой черник срезала с 3-ми листами. Ну, с корнями все уже. Так, далее. Бахой стоит у меня там. Стоит. Ну и все, и остальные я вроде показывала. А, ну этот у меня. Кто он есть-то? А, ничего. Да. Ну, как он цветет, он мне не цвел. Как цветет, все прекрасно знают, наверное. Вот это, посажены были эти два листа. Вот эти вот уже выросли. Здесь. Вот. Папоротники. Папоротники то же самое. Да, про любые цветы все то же самое. Папоротники выставлять редко приходится, потому что их разбирают еще до того, как я, ну, очередь на папоротники. Вот как-то рынок нас еще не насытил папоротниками именно. Причем интересными экземплярами, коллекционными. В Голландии то в основном одно и то же нам поставляют, да. И то сейчас что-то, по-моему, не особо. А вот именно те тайские, это Филиппины, Таиланд, Индонезия. Ну, в общем, поняли, про какие я имею в виду. Я так вот посмотрела. Продавцов сейчас, по-моему, больше, чем покупателей. То есть, вообще, как бы, среди вот Ароидных, Хой. Ой, выбор просто обалденный. Ну, вот знаете, некоторые, вот я про Бахой, да, сказала, он никогда мне не будет копейки стоить. А есть новинки, ну, за которые, вот мне даже они даром нужны, вот честное слово. К примеру, возьму Кумингяна, по-моему, так, если правильно говорю, сейчас Альба. Ну, она была новинкой прошлого года, но, тем не менее, цена на нее не маленькая. В свое время у меня была обычная. Я с ней так намучилась, просто выбросила. Почему намучилась? Она растет там вообще в разные стороны, вот эти вот ветки. Там бесполезно ее формировать. Я ее просто выкинула. Поэтому даже и Альба меня нисколько не заинтересовала. Хотя новинка, вроде как. Есть, конечно, экземпляры, но шикарные. Стоит шикарно, но пока подождем. Может, немного, немного спадет цена. Хотя я уже что-то зарекалась, уже чего-то уже хватит, уже всего, что есть. Но все равно хочется, что говорить. Так что вот так, мои дорогие. Цените свой труд. Цените время свое, кто продает. Ну, а кто покупает, должны тоже понимать это. У каждого. На каждый, как говорится, товар есть свой покупатель. Это правило. Или даже не правило. Это действует, это работает. Вот. Задавайте еще вопросы касаемо. Пишите в комментариях, что вы по этому делу думаете. Про цены и все прочее. Мне очень много сейчас, говорю, нравится. И о локазе, и всего прочего. Ну, сейчас это недоступно. Я даже не спрашиваю. Дабы не тратить время продавца и нервы тоже пожалеть. Ну, вот, наверное, про цветочки сегодня все. Выпросилась, ворчала, ворчала, но все же выпросилась, чтобы я взяла к себе. Ну, сейчас немножко не про цветочки. Так, разбавить это. Болтавню наш. Вчера ходила, оплачивала квитанции в банк. Ну, думаю, зайду в магазин. Зашла в магазин, в этот момент у нас здесь рядом. Ну, прямо в нашем районе. Так, ну, ты гулять будешь, что ли? Ну, гулять. Вы знаете, впервые в жизни пожалела, что не взяла с собой телефон. Ну, чтобы снять. Я про сахар. Конечно, эта тема уже достала всех. Но я впервые вчера столкнулась с такой некрасивой картиной. Я стояла, я просто в шоке была в голове-то вообще. Конечно, меня мучают вопросы. Повторю Диву. Что с ним делать будут? Ничего не пойму. Неужели столько варенья варят? Ну, да ладно. Значит, была такая ситуация. Я зашла в магазин. Смотрю, такая кучка стоит приличная. Ну, человек не знаю сколько. Ну, прям приличная. Я сначала говорю, а что здесь за сборище-то? Потом мне дошло. Сахар сбуду. Дело было до обеда. Ладно, выносят, значит, вскоре тут. Они очередь такую образовали. Вроде как бы. А я стою, понаблюдаю. Выносят женщину в упаковку. Ну, в ней, я так поняла, десять пачек сахара этого. Положила его на этой упаковке. Все как налетели, давай хватать. Она кричит только по три килограмма на руки. Не знаю, я там все валилось, все падало. Они расхватали, наверное, за секунды вот эту упаковку эту. И спрашивают, еще есть она. Сейчас посмотрю. Ну, кто там, работник, кто это там. Я не знаю, кто. Принесла еще одну упаковку. Ее также все раздербанили, все падает, все валится, все сыпется. Вообще, вот знаете, вот как с собаком. Вот так вот. Вот какой-то унижение. Вот я почувствовала какое-то унижение. Вот как с собаком. Ее не хватило. Всем им опять спрашивают, а еще будет она. Нет. Вот сколько привезли, столько я вам его вынесла. Я что, его сама делаю? Ну и понеслась, понеслась. Я тут отвлеклась на овощи, по-моему, что ли, не помню уже. Поворачиваюсь, она несет еще одну упаковку. У нее буквально ее вот вырвали, разорвали все это, но у нее на руках. Вот такая дикость, такое унижение. Думаю, ну неужели нельзя было вот до открытия магазина. Даже если у вас, хотя не верю в это, что у вас привезли только 30 пачек, три упаковки вот этих сахара, да? Я в это не верю. Нет, конечно. Там наверняка на складе очень много. Цена была, по-моему, 62 рубля, если я правильно ее услышала за килограмм. Ну даже если и три пачки, три упаковки, ну вы до открытия аккуратненько все разложите на полке. Чтобы люди не рвали друг у друга из рук, чтобы не сыпалось ничего, не падал другой товар. Ну почему как собакам? Почему? Вообще не понимаю. Конечно, люди были в основном в возрасте уже, кто хватал этот сахар. И не знаю, зачем. Я бы поняла еще действительно крупы там, консервы, но сахар, я так и не пойму. Для меня загадка, зачем его скупают. И зачем его держат на складах, тоже загадка. Если цена вырастет, ну ставьте сразу 150 рублей за килограмм, и не будет этого ажиотажа. Чего людей-то мучить? Не понимаю вообще. Ну вот такая вот история. Это смотрелось очень дико. Вот просто я вспомнила 90-е годы вот что-то подобное. Потому что тогда прям затаптывали в очередях. Были даже смертельные случаи. Ой, вспоминать не хочется. Вот. Поэтому напомнила мне вот это все. Ужасно. Ну ничего. Не сахаром единым, как говорится. Жить будем, да? Все будет хорошо, я надеюсь. Все наладится. Никакого не будет дефицита. Все будет хорошо. Я желаю всем-всем в это верить. Верить только в хорошее. И пусть будет мир в вашем доме и у соседа тоже. Всем здоровья. Всем пока.